10 сентября 2016 года открылось движение по московскому центральному кольцу. Целый месяц жители и гости столицы могли не платить за проезд. Сейчас мы разберем, зачем в Москве городская электричка и кто будет ее использовать. Все новое это, как известно, хорошо забытое старое. Железная дорога вокруг Москвы была проложена еще в 1908 году. Из истории известно, что на рубеже 19 и 20 века через Москву стал проходить большой транзитный поток грузов. Разгрузка московского железнодорожного узла стала вопросом государственной важности. И уже в 1902 году под руководством инженера 5 класса Рашевского началось строительство московской окружной железной дороги. Ввиду больших трат на войну с Японией, финансирование работ было ограничено. И из четырех проектируемых путей было построено только два. Однако это не помешало организации пассажирского движения. Оно осуществлялось со стороны центра города, в то время как грузовое движение проходило по внешнему кольцу. Пассажиропоток на кольце оказался настолько низким, что в 1920 году, когда в районах пролегания Московской окружной железной дороги было открыто трамвайное и троллейбусное сообщение, движение пассажирских поездов было закрыто. В 20 веке дорога использовалась в основном для связи промышленных предприятий. Постоянно ставились вопросы об электрификации трассы и организации пассажирского движения. Но быстро и дешево электрифицировать построенную в начале века трассу оказалось невозможно. И от этих идей пришлось отказаться. Масштабные реконструкции с переукладкой путей проходили в 2001 и 2010 годах. Они были направлены на улучшение организации грузового движения. И в 2013 году по дороге проходило до 35 пар поездов в сутки. С 2012 по 2016 год проходила полномасштабная реконструкция кольца с электрификацией и строительством пассажирской инфраструктуры. Был построен 31 остановочный пункт. Образованы транспортные узлы с линиями московского метрополитена и железнодорожными платформами существующих пригородных направлений. 10 сентября этого года по дороге было открыто движение электропоездов «Ласточка», произведенных по лицензии компании «Сименс» на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Трасса оборудована современной автоблокировкой с интервальным регулированием на базе аппаратуры «ЭБИЛОК» и «АБТЦМШ», позволяющей варьировать межпоездные интервалы движения, увеличивать и уменьшать длину блок участков в зависимости от пассажиропотока. Это даст возможность обеспечить рост пассажиропотока за счет такта, а не за счет больших скоростей, которые не будут превышать 80 км в час из-за множества остановочных пунктов и малого расстояния между ними. Полный круг поезда Московского Центрального Кольца проезжают за 82 минуты, а интервалы составляют от 6 минут в часы пик до 12 минут во внепиковое время. Уже сейчас, после двух месяцев эксплуатации, понятно, что москвичи оценили по достоинству новую транспортную систему. В поездах предусмотрены туалеты, беспроводной интернет и розетки для подзарядки мобильных устройств. Последних, впрочем, довольно мало, и особой популярностью они не пользуются. Между пятью платформами МЦК и станциями метро можно пройти, не выходя на улицу. Еще до восьми станций придется пройти пешком от 200 до 750 метров. Шести платформам МЦК можно пересесть на пригородные электрички существующих направлений. Трасса Кольца проходит по территории активно застраивающихся промзон, а значит пассажиропоток на ней будет только расти. Московское Центральное Кольцо еще пройдет проверку большим пассажиропотоком, холодным зимним климатом, вандалами и временем. Однако уже сейчас, благодаря глубокой интеграции в транспортную систему города Москвы, оно стало фактически второй кольцевой линией метрополитена.